Девушки отдыхают Нет никаких оснований, думаю, что в случае с ПРО Россия в Грузии пересмотрит свою позицию. Ракурс Во имя Аллаха, милости и милосердного. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире очередной выпуск радиожурнала «Ракурс» на волнах русской службы, голоса Исламской Республики Иран. Сегодня мы хотим поговорить о результатах президентских выборов в Грузии. 27 октября в Грузии состоялись президентские выборы, на которых победил кандидат от правящей партии «Грузинской мечты» Георгий Маргвилашвили. Саакашвили покинул этот пост, и мы сегодня хотим обсудить тот вопрос, насколько это может отразиться на внутренней и, конечно же, внешней ситуации страны. В гостях сегодня у «Ракурса» научный сотрудник Института социальных и политических исследований Черноморско-Каспийского региона Андрея Аришев. Андрей Григорьевич, здравствуйте. Здравствуйте, Павел. Также руководитель Табилисского института Евразия Гулбаат Рцхеладзе. Здравствуйте, Гулбаат Викторович. Здравствуйте. А вести передачу буду я по рвизни Матии. Как вы уже узнали, у нас сегодня подключение из Грузии, из Табилиси. Я обращусь первым к вам, Гулбаат Викторович, как вы комментируете составшиеся выборы, ну, конечно, саму президентскую гонку и результат. Вам слово. Выборы прошли в спокойной обстановке, в целом. Это первые выборы за долгие годы, которые можно назвать демократичными. И предвыборная кампания была свободной, и сам ход голосования абсолютно будет свободной. И это большое достижение, можно считать, для Грузии. Что касается победы господина Маргелла Шури, это тоже закономерно, поскольку народ доверяет премьер-министру Бедыни Ивани Шури, и благодаря поддержке Ивани Шури Маргелла Шури победил. Хотя это не была совсем легкая победа, и конкуренция была, в принципе, реальная, но все-таки, конечно, в итоге аргументы премьера оказались более вескими, нежели конкурентов. И сам Маргелла Шури в последнее время прибавил во время предвыборной кампании, и результат получился таким, каким получился. То есть победа Маргелла Шури в первом туре не вызывает сомнений, и это закономерно, особенно в тех условиях, когда другие кандидаты не могли предложить что-нибудь другое особенное. То есть национальное движение это уже прошлое, и господина Бурджоназы, она не смогла позиционировать себя ни как пророссийский правополитет, ни как прозападный, то есть профиль был достаточно растурчатый, и одни только эмоции о восстановлении справедливости. Впрочем, это уже деталь. Спасибо. Вопрос вам, Андрей Григорьевич. Как в Москве? И вы, в частности, комментируете состоявшиеся выборы в президенте в Грузии? Ну, прежде всего, мне кажется, что нужно поздравить грузинский народ действительно с этим важным политическим событием, которое, как правильно сказал мой собеседник, прошло в демократических конституционных рамках, что для Грузии, так сказать, отнюдь не всегда было нормой. Мне кажется, что в России приветствуют, так сказать, эти наблюдатели, и российский МИД уже сделал соответствующее заявление. Там приветствуют, в России приветствуют, так сказать, исход выборов в Грузии и надеются на то, что с эпохой, с окончанием эпохи Михаила Саакашвили и с наступлением новых времен российско-грузинские отношения приобретут дополнительную динамику и, конечно, будут разрешены, или, по крайней мере, стороны вплотную подойдут к разрешению тех вопросов, которые в предшествующие пять лет, значит, составляли камень прескновения в двусторонних отношениях. Здесь надо сказать, что в течение вот прошедшего года, с момента парламентских выборов, на которые победу одержала коалиция «Грузинская мечта», уже принят ряд решений, в частности, в экономической сфере, по части облегчения гуманитарных контактов и в некоторых вопросах, которые сделали двусторонний диалог значительно более активным. Мне кажется, что сейчас открываются новые возможности для его позитивного развития. Спасибо. А можно ли говорить, Андрей Григорьевич, о том, что, в принципе, Грузия отошла от, так сказать, розовой революции, от принципов розовой революции? Мне кажется, что да, этот процесс и идет, и идеалы розовой революции, десятилетия которой, видимо, будет каким-то образом отмечаться в наступающем ноябре, десятилетие розовой революции, оно уже будет, мягко говоря, не таким помпезным, как это могло быть еще там некоторое время назад. Потому что совершенно очевидно, что, так сказать, частичная потеря суверенитета, следование вот в русле различных внешних каких-то импульсов, привело для Грузии к драматическим последствиям. Не только упраченной территории, но и обещанного Михаилом Саакасу экономического благосостояния не наступило. А что касается политической сферы, то здесь достаточно вспомнить о событиях 7 ноября 2007 года или о событиях двухлетней давности, связанных с разгоном митинга оппозиционного. И в этой связи вдвойне мне хотелось бы отметить итоги состоявшихся выборов, которые не оспариваются буквально никем, в том числе и бывшей правящей партией, бывшим уже президентом. Спасибо. Гулбат Викторович, я бы хотел сначала спросить у вас о внутренней ситуации. Как-то в прессе пишут, что, в принципе, экс-спикер парламента, грузинина Бурджанадзе, требует о пересчете, и наверняка она будет, и ее партия, в принципе, силы поддерживающей ее, будет основной оппозицией новому президенту. Как вы это комментируете и насколько это серьезно? Ну, если госпожа Бурджанадзе решит выйти оппозицией, ну, она может продолжать свою деятельность и оставаться оппозиционной силой. Но другое дело, насколько влиятельной будет эта сила, и насколько сохранена она свою партию и свое окружение. Это проблематично достаточно, потому что она показала не такой результат, который ожидали от нее. И я уже отчасти указал на то, с чем это связано. Что не было четкой концепции, не было четкого профиля для этого политика, и было больше эмоций, и поэтому она осталась, так сказать, относительно далеко отстала от лидера. И поэтому будет достаточно трудно сохранить вот такую дееспособную партию, хотя можно подождать и увидеть. И госпожа Бурджанадзе, кроме того, не совсем четко дистанцировалась от своего прошлого. Вот это главное. Она не дистанцировалась от своих заявлений 7 ноября 2007 года и последующего периода, когда в Тверице были большие митинги, демонстрации, и власть разгоняла эти демонстрации крутальной силой. Вот она не смогла переубедить народ, что она не приветствует больше свое прошлое. Получилось наоборот. Она осталась при своем мнении. Получилось так, что это 7 ноября было хорошо, и только 26 мая, когда разогнали организованный ею митинг, это было плохо. Вот это, конечно, не совсем логично, и это сразу заметили в народе, и потому у него такое отставание, такой плохой результат относительно. Скажите, пожалуйста, Гулбат, а вот что можно сегодня говорить о Саакашвили, какое будущее его ожидает, как вы думаете, силы поддерживающие его, и, в частности, возможно ли привлечение его к каким-то особым делам со стороны прокуратуры страны? Вы знаете, пока его спокойной жизни ничего не угрожает на данном этапе, поскольку потребуется определенное время для прояснения ситуации в новой мотивополитической силе Грузии, и какой будет курс нового президента и нового премьер-министра, который тоже меняется у нас. И в этой связи сейчас нельзя ожидать, что быстро произойдет что-то такое, что Саакашвили привлекут к ответственности. Этого я не ожидаю. По крайней мере, в ближайшие месяцы такого ничего не будет. Но где-то, приблизительно начиная с весны, может возникнуть другая ситуация. И если власть умеет стабилизироваться, и у Саакашвили могут возникнуть некоторые проблемы. Особенно резонансное дело сейчас, номер один, это дело о гибели Зураба Жвания, бывшего премьер-министра Грузии. Вот тут есть очень много знаков вопроса. И есть косвенное указание на то, что Ашвания был убит. И убит лично Саакашвили. То есть он якобы бросил, кинул бепельницу в его сторону, в сторону Зураба Жвания. Бепельница попала ему в голову, и тот погиб. Вот такая версия очень активно муссируется в прессе. И будет у нас. И вот от этого очень многое зависит. Если будут кое-какие зацепки, доказательства, или косвенные хотя бы, тогда Саакашвили достаточно с большой долей вероятности могут привлечь к ответственности. А так без этого будет трудно. Спасибо. Андрей Григорьевич, если говорить о геополитическом статусе, положении Грузии, как Вы думаете, какова здесь с результатами выборов, каковы сегодня позиции США в Грузии, и каковы их видения проблемы, видения ситуации? Не секрет, что позиции США достигли своего исторического пика в 2007-2008 годах, когда влияние американцев, и в частности администрации Буша, было достаточно велико, и это выразилось в частности в усилении военной мощи грузинской армии, что явилось одним из факторов трагических событий августа 2008 года. С тех пор прямую американское влияние, оно несколько стабилизировалось, конечно, и на смену таким открытым силовым акциям поддержки пришла экономическая помощь, оказываемая в основном не американцами, а Европейским Союзом. Однако совершенно очевидно, что политическая инфраструктура Соединенных Штатов, она достаточно глубокий корень, впрочем, не только в Грузии, и здесь влияние остается достаточно серьезным на уровне большинства политических сил. Но здесь, мне кажется, что основные надежды связаны с настроениями в самом грузинском обществе, которое, мне кажется, за прошедшие годы имело неоднократно возможность убедиться, что односторонняя, так сказать, ориентация на далекую, так сказать, заокеанскую страну, на Соединенные Штаты, она не приносит автоматического решения всех проблем, как о том, как на то, возможно, рассчитывали розовые реформаторы, так называемые. Мне кажется, что выборы открывают достаточно серьезные возможности для корректировки внешнеполитического курса Грузии и для того, чтобы ориентация, так сказать, на различные региональные и внерегиональные центры силы была бы уравновешена, чтобы она все-таки принимала несколько более сбалансированную форму, потому что односторонняя ориентация на Турцию, скажем, или на те же Соединенные Штаты, она, конечно, приносит определенный позитив, но чем дальше, тем больше видны негативные моменты подобной политики.